Есть не хочу, пить не хочу, работать тем более не хочу. Постпраздничная депрессия. Так психологи назвали состояние человека, которому после Нового года опротивил мир. Но, как выяснилось, у одесситов проблем с выходом на работу не возникло. Не каждой такой проблемы нет, потому что после праздников, наоборот, хочется куда-то пойти. После отдыха, после этой всей отдыхательной программы хочется пойти размяться. На работу сложно выходить? Нет, нормально. То есть хочется вот прям пойти поработать? Ну да, сколько можно уже пить есть? Хватит. Ничего? Правильно уже. Сколько можно гулять? Не хотела все отдыхать? Нет. Почему? Ну, когда не работаешь, денег нет. Но существуют и те, кто после Нового года с трудом возвращаются к рабочему процессу. Психологи говорят, что главная причина хандры – ожидание. Подарок не тот. То подружка заболела, то ребенок приболел. И многие вещи случаются не так, как мы ожидали. И вот эти вот не так, как мы ожидали, ведут к этим вот депрессивным состояниям. Второй причиной становятся жирная, жареная пища и алкогольные напитки. Праздничный пир, растянувшийся на несколько дней, может сильно сказаться на вашем здоровье. Помимо медицинских препаратов, психологи советуют чудодейственное и простое средство – воду. Естественно, если нам тяжело, мы испытываем психоэмоциональное напряжение. Для того, чтобы помочь своему организму, самое простое – это пейте больше воды. Если человек в среднем весит 70 килограмм, он должен в день выпить 2 литра воды. Это закон. Также с раздражительностью и стрессом отлично справляются прогулки на свежем воздухе. 15 минут на морозе и заряд бодрости вам точно обеспечен. И главное – не забывать, что в борьбе с депрессией лучший помощник вы сами.